Сегодня в областном центре около Курского драматического театра прошла первая открытая книжная выставка «Курск. Читающий-2015», приуроченная Году литературы. На открытие побывала и наша съемочная группа. На театральной площади на многочисленных стендах и в палатках были выставлены сотни книг российских, зарубежных и, самое главное, местных авторов. Все для читателя, которого сегодня так упорно, ищут писатели. Лучшее место, чтобы дать ответ на вопрос, а почему, собственно, книги сегодня не так востребованы. Вопрос цены изданий сходу отмел глава региона Александр Михайлов, ставший гостем ярмарки. По крайней мере, не дороже, чем джинсы и жвачка. В особенности много претензий в этом плане адресовано современной молодежи. Не читают, а если и берутся, то только за планшет, куда закачать можно хоть ленинскую библиотеку. Я отрицательно отношусь к планшету, потому что вот, когда держишь в руках книгу, как вы сказали, ощущаешь ее запах, перелистываешь страницы, это совсем вот какие-то другие ощущения, они просто тактильные. Вот понимаете, книга, с ней можно уснуть, а с планшетом нет. В планшете постоянно вот эта рябь какая-то возникает, я этого никак не воспринимаю и не понимаю. В общем, я советую детям всегда читать только книги. Чего-чего, а книг на выставке хватало. Самых разных, от детских произведений до классической литературы, не говоря уже о местных писателях. При поддержке властей, а иначе авторам сегодня просто не издаться, в регионе выпущены сотни книг, курских писателей и поэтов. Правда, читателей приходится искать буквально на улице. Мы занимаемся различными родами пропагандами, ходим в школы, в библиотеки, в парках проходят встречи. Но, к сожалению, сейчас такое время, что книжки больше в интернете, и наши книжки читают наших писателей. Вопрос, конечно, спорный, читают ли местных или нет. Тем не менее, одного ценителя курской литературы все же удалось найти. Я из современных мало что читаю. Вот дарят писатели наши, вот и читаю, которые в Курске у нас тут пишут. А как-то из центра мне особо ничего такого не приглянулось, не увидел. Вполне возможно, что подобные ярмарки напомнят курянам о чтении и о ценности книг. Шутка ли, сегодня по статистике менее 10% российских родителей читают своим детям книги на ночь, и воспитания получаются соответствующими. Вы знаете, ответ не односложный, по-разному. Есть дети читающие, а есть дети, которые только ограничиваются программным материалом. Здесь нужно просто, наверное, посмотреть на общую атмосферу в обществе. И если бы мы не теряли то, что раньше было наработано, приобретено, я абсолютно уверен, что мы бы сейчас так с вами не рассуждали. Александр Юров, Николай Гончаров, ТВ6, Курск.